Here I am at the smile, keep going, the smile, music video Аврил Лавин, талантливая певица, предприниматель, дизайнер и автор песен. В начале 2000-х она была одной из самых популярных певиц, и хотя с тех пор многое изменилось, её жизнь до сих пор полна интересных моментов и достижений. Сегодня я расскажу, как живёт Аврил и сколько она зарабатывает. Аврил Рамона Лавин, а именно так звучит полное имя певицы, родилась в городе Белвилле в Канаде, в семье представителей рабочего класса. Впоследствии семья переехала в крошечный городок Напани с населением всего в 5000 человек. Аврил не единственный ребёнок в семье, у неё есть старший брат Мэтью и младшая сестра Мишель. С ранних лет она начала проявлять интерес к музыке, и в два года уже начала петь церковные песни вместе с матерью. В 10 лет она самостоятельно освоила игру на гитаре, а позже научилась виртуозно играть на пианино и ударных. Несмотря на то, что Аврил не была большим фанатом учёбы, и иногда её даже выгоняли с уроков, родители всегда поддерживали её желание стать певицей. Отец певицы оборудовал домашнюю звукозаписывающую студию в подвале, где установил микрофон, ударные инструменты, клавишные и несколько гитар. А в 14 лет начал водить её в караоке, где она успешно демонстрировала всем свой вокальный талант. Кроме этого, артистка также выступала на сельских ярмарках, где исполняла песни кантри-исполнителей, и писала собственные песни на типичные подростковые темы, вроде «Неразделённой любви». В 1998 году, благодаря своему таланту и упорству, Аврил Лавин выиграла конкурс на радио и получила возможность спеть с Шанайей Твейн. Это событие стало поворотным для артистки, подарила ей уверенность в себе, а также стала первым кирпичиком на пути к цели – стать известной певицей. По случайному стечению обстоятельств со своим первым менеджером, Клиффом Фабри, Аврил Лавин познакомилась в библиотеке. Именно он отправил видеокассеты с её домашними записями нескольким крупным продюсерским центром. Когда певице было 16 лет, она бросила школу и полностью сосредоточилась на создании музыки. А всё потому, что глава звукозаписывающей студии Ариста Рекордс, Антонио Рейт, послушав всего 15 минут записи Аврил, моментально предложил ей контракт на выпуск двух альбомов стоимостью 1,25 миллиона долларов, включая аванс в размере 900 тысяч долларов. В 2000-х годах имя Аврил Лавин гремело повсюду. Её музыка ворвалась в сердца слушателей, а её дерзкий бунтарский стиль стал настоящим символом поколения. Первые три альбома певицы оказались весьма успешными, взлетев на вершины музыкальных чартов и приобретя огромную популярность во всём мире. Однако внезапно она исчезла с музыкальных радаров, оставив многих фанатов в недоумении. Только в 2019 году певица вернулась с новым альбомом, вызвав ажиотаж среди поклонников. Вопрос о том, где же находилась Аврил все эти годы, волновал многих. Причина этой длительной паузы оказалась весьма серьёзной. В 2015 году Аврил Лавин столкнулась с трудностями из-за болезни Лайма, которую она подхватила после укуса клеща. Эта непредсказуемая болезнь вынудила её провести почти два года, прикованной к постели. Появилась даже конспирологическая теория, согласно которой Аврил Лавин якобы скончалась много лет назад. По этой версии на публике вместо неё выступает двойник, певица по имени Мелисса Ванделла. Несмотря на отсутствие убедительных доказательств данной теории, у неё есть свои последователи, утверждающие, что изменения во внешности и поведении свидетельствуют о том, что перед нами подделка. В интернете можно найти множество фотографий, сравнивающих мельчайшие детали внешности девушек, расположение их родинок, изменение контура лица и даже их улыбки. Период болезни стал испытанием силы воли и выносливости для Аврил, но благодаря поддержке близких, она смогла справиться с трудностями и вернуться к тому, что она любит делать больше всего – к музыке. На сегодняшний день девушка продолжает активно творить. Её последний альбом Love Sucks получил высокую оценку критиков и занял высокие позиции в чартах. Она также представила специальное издание своего легендарного альбома Let Go, приуроченное к его 20-летию. Недавно певица анонсировала новый сингл и подтвердила работу над своим восьмым альбомом в коллаборации с известными музыкантами. В школе Лавин активно занималась хоккеем и даже дважды признавалась лучшим игроком юношеской лиги. Однако её настоящим увлечением был скейтбординг. В мир шоу-бизнеса она ворвалась именно в образе скейтерши, отвергнув другие варианты, предложенные её агентством – кантри-стиль и так называемый образ Бритни Спирс. Напротив, за свои растрёпанные волосы, мятые футболки, мешковатые джинсы и кеды Лавин даже присвоили никнейм «Анти Бритни». Однако певица не была от него в восторге, так как хотела, чтобы поклонники обсуждали её музыку, а не одежду. Правда, это продолжалось недолго, ведь уже в 2011 году певица создала свою собственную линию одежды и аксессуаров под названием «Эбидон». Этот бренд отражает её уникальный стиль и вкус, покоривший сердца многих её поклонников. Также её империя включает собственный благотворительный фонд, который активно поддерживает различные социальные и благотворительные инициативы. Кроме этого, Аврил Лавин успешно ведёт свою собственную линию парфюмерии. Её ароматы даже неоднократно заслуживали высшие награды в мире парфюмерии, включая престижную премию «Фай Фай». В начале 2008 года Аврил Лавин представила свою собственную линейку гитар под брендом «Фендер». Певица вложила всю свою энергию в разработку модели Squire Telecaster, придав ей уникальный дизайн и внедрив несколько технических усовершенствований. Этот шаг стал значимым достижением в карьере Лавин, подчеркнув её влияние в музыкальной индустрии. По оценкам на 2023 год, чистая стоимость активов Аврил составляет впечатляющие 60 миллионов долларов. К настоящему моменту Аврил продала более 30 миллионов альбомов и более 50 миллионов синглов по всему миру, что сделало её самой молодой сольной исполнительницей, достигшей первого места в чартах Великобритании. В дополнение к музыкальной карьере, Лавин также пробовала себя в кино, снявшись в таких фильмах, как «Держись до конца», «Паства», «Нация фастфуда» и озвучив одного из персонажей культового мультфильма «Лесная братва». Впервые Аврил вышла замуж в 22 года. Её избранником стал вокалист группы Sum 41 Дерек Уибли, который сделал ей очень красивое предложение руки и сердца в Венеции. Однако, к несчастью, сказка обернулась трагедией, вскоре после свадьбы, когда выяснилось, что Дерек зависим от наркотиков. Несмотря на все усилия, Аврил не смогла помочь мужу побороть этот порог, и через три года они приняли решение развестись. На память о браке у Аврил осталась татуировка с красным сердцем, внутри которого изображена буква «Ди». У Дерека, к слову, есть похожая татуировка, но с буквой «Эй» посередине. Во время брака пара успела приобрести роскошный особняк в Бель-Эре за 9,5 миллионов долларов, принадлежавший ранее Трэвису Баркеру, впоследствии продав его за 8,5 миллионов. В 2013 году певица снова решила попробовать счастье в браке. На этот раз ее избранником стал Чет Крюгер, солист группы «Никельбек». Однако и в этот раз судьба распорядилась иначе. В 2015 году пара развелась. На память об отношениях у пары также осталась парная татуировка. Надпись «Vivre Le Moment Present», что означает «Жить в моменте». Спустя пять лет после развода в 2020 году Аврил Лавин и Чет Крюгер продали свой особняк в Шерман-Оакс, Калифорния, за 5 миллионов долларов. Изначально они совместно покупали эту недвижимость за 5,6 миллиона в 2015 году. После двух неудачных браков певица в течение двух лет встречалась с американским рэпером Мод Сан, с которым даже помолвилась в апреле 2022 года. Однако помолвка была расторгнута в феврале 2023, а спустя всего несколько недель она была замечена с другим известным рэпером Тайгой. Кроме купленной в браке недвижимости, у Аврил было еще несколько самостоятельных крупных приобретений, в числе которых шикарный дом в Беверли-Хиллз за 4,5 миллиона долларов. А в ноябре 2020 года Аврил приобрела дом в Малибу за впечатляющую сумму в 7,8 миллиона долларов. В марте этого года она выставила его на продажу, запросив цену в 12 миллионов долларов. И есть за что. Дом, построенный в 1960-х годах, сохранил элементы стиля Мид-Сенчури Модерн. Основным акцентом в планировке являются просторная кухня, гостиная и обеденная зоны. Нейтральная палитра дома дополнена светлыми деревянными балками, что придает интерьеру современный вид. Панорамные окна позволяют объединить внутреннее пространство с просторным патио, с зоной барбекю, бассейном и ухоженной лужайкой. Судя по ее автомобильной коллекции, Аврил Лавин особенную слабость питает к внедорожникам. Она предпочитает мощные и надежные автомобили, такие как Mercedes-Benz G-Class, Jeep Wrangler Rubicon и Ford F-150 Raptor, что подчеркивает ее любовь к приключениям и свободному стилю жизни. Однако есть в ее коллекции место и для изумрудного мини-купера, и дерзкой оранжевой Lamborghini Huracan. Кроме двух памятных татуировок, сделанных в браке, у Аврил Лавин есть множество других татуировок, среди которых особое место занимают девять звезд разных цветов – голубых, черных и красных. Но особенно выделяется первая татуировка черной асимметричной звезды на ее левом запястье, которая появилась сразу после выпуска дебютного сингла «Complicated». Эта татуировка со временем стала своеобразным символом певицы, и даже ее фан-клуб получил название «Black Stars» в ее честь. На сегодня это все. А какие еще интересные факты об Аврил Лавин вы знаете? Жду вас в комментариях. Субтитры создавал DimaTorzok